МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде состоялась ярмарка государственных услуг. Горожане проконсультировались с представителями всех местных исполнительных органов. Мероприятие посетил Аким города Нурлан Аубакиров. Разделяй, сдавай, перерабатывай. В Караганде разработали инструкцию по спасению города от мусора. Волонтеры и активисты начали обход квартир и школ. В областном центре проходит акция ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. У посетителей Управления государственных доходов была возможность бесплатно проверить свое сердце. В Караганде состоялась ярмарка государственных услуг. Горожане проконсультировались с представителями всех местных исполнительных органов. Мероприятие посетили Аким города Нурлан Аубакиров и руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Сарсенов. Разъяснить населению преимущества электронных государственных услуг. Такова главная цель подобных ярмарок. Аким города Нурлан Аубакиров отметил, что в динамично развивающемся мире люди должны пользоваться современными технологическими решениями. К таким он отнес возможность получать различные услуги, не выходя из дома. Для этого необходимо иметь лишь электронную цифровую подпись. По данным департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, число карагандинцев, имеющих электронную цифровую подпись, растет с каждым днем. По результатам мы сейчас можем сказать, что уже где-то 290 тысяч населения нашей области уже получили ЭЦП. И по сравнению с прошлым годом мы уже где-то на 5% подняли этот показатель. И в этом году уже процентное соотношение количества населения, которое получили ЭЦП, составляет уже 87%. Для удобства горожан ярмарка расположилась в одном из торговых домов города. Это позволило многим карагандинцам обратиться за консультативно-методической помощью к специалистам местных исполнительных органов. Ярмарка продлилась с 12 до 3 часов дня. Как отметил руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, ярмарки госуслуг планируется проводить и дальше, а также охватить население сельских местностей. Тухжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. После жалоб жителей станции Бркутэ Каркаролинского района на место выехали представители департамента экологии Карагандинской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Специалисты намерены отобрать пробы воды, воздуха и почвы. По результатам будут приняты соответствующие меры. В сообщении также говорится о том, что Акимат области совместно с уполномоченными органами держат ситуацию на оперативном контроле. Поводом для реакции областных властей послужит наш репортаж из поселка Бркутэ, жители которого обвиняют промышленные предприятия в ухудшении экологической обстановки. Как результат – ухудшение здоровья сельчан, а также гибель скота. В этой местности расположен тупик, куда доставляют уголь из Караганды. Также имеются марганец и золото. Жители села жалуются на то, что производственные отходы компаний «Алаш» и «Алтай Полиметаллы» не хранятся в закрытом помещении. Ситуации заинтересовались в Экимате Карагандинской области. На месте уже работают экологи. По результатам будут приняты соответствующие меры, заявили в областной администрации. В Караганде стартовала акция по спасению города от мусора. Волонтеры и активисты начали обход квартир и школ. Поучительную информацию об экологической ответственности предоставили учащимся 53-й школы. Спасти город от мусора призывают сотрудники компании «Эко-Алем» и Управление природных ресурсов и регулирование природопользования. При поддержке Акимата волонтеры вот уже более месяца проводят работу по информированию граждан. Производится поквартирный обход, устраивают субботники для очистки города от мусора. А сегодня стартовала акция в школах. Подрастающее поколение учат соблюдать простые правила, одно из которых – раздельный сбор мусора. Сейчас нам уже нужно приучать новое поколение, чтобы они уже переходили к раздельному сбору отходов и уже понимали ответственность за сохранение нашей экологической среды для будущего. Первым делом борцы за экологию посетили школу номер 53. Ученикам раздали листовки, рассказали о том, как важно защищать и беречь окружающую среду. Администрация школы отметила значимость подобных мероприятий. Я считаю, что эта информация является очень важной, особенно для первоклассников. Нужно приучать детей к чистоте и заботе о природе с самого детства. Данная экологическая акция будет проходить в городе еще 4 месяца. Инициаторы планируют обойти как можно больше школ. Примечательно, что желающих очистить Караганду от мусора оказалось очень много. Прошлый субботник собрал более 80 человек. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В областном центре проходит акция «Ко всемирному дню сердца», который отмечается 29 сентября. У посетителей Управления государственных доходов была возможность бесплатно проверить свое сердце. Болезни сердца и сосудов занимают лидирующие позиции по чистоте развития и в структуре смертности населения. Все больше страдает людей не только преклонного возраста, но и молодых, трудоспособных. Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. В рамках акции в здании Управления государственных доходов провели бесплатную медицинскую консультацию для всех желающих. Я пришел в налоговую заплатить налогу. Увидел здесь, что медицин проверяет здоровье. Узнал свое здоровье. Я очень рад, что все довольны. Я довольен со своим здоровьем. Теперь у меня все нормально. Проверил с акциями. Организатором выступили Центр ЗОЖ компании ТВКЗ-4 совместно со специалистами 5-й поликлиники. Отмечается, что подобные акции проходят и в других городах и районах Карагандинской области. Их цель одна – привлечь внимание жителей региона к своему здоровью. Мы проводим акцию в налоговой. Также у нас такие же акции проводятся в городе Жасказган, городе Балхаш и в районных центрах. Каждый врач со своим населением работает именно в целях такой акции проведения. Для нас самой основной целью является повышение осведомленности населения. То есть, чтобы они видели здоровый образ жизни, следили за своим здоровьем. И чтобы как можно меньше людей болели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всемирный день сердца стали отмечать по инициативе Всемирной Федерации Сердца. В этот день Федерация призывает политиков, медиков, общественные организации и частных лиц активизировать усилия, направленные на уменьшение бремени болезни сердца и инсульта. Андрей Тенжал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции выявили более ста фактов нарушения миграционного законодательства. Проверенные по месту жительства лица, состоящие на учете, иностранные граждане и владельцы гражданского оружия. С 5 сентября в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Полицейские Юго-Восточного отдела полиции проводят массовый поквартирный обход. В зоне внимания стражей порядка иностранные граждане – лица, владеющие гражданским оружием. Но под особым контролем – лица, состоящие на учете в органах внутренних дел. Как поживаете, Сергей Федорович? Чем занимаетесь? Сейчас идут с этого занятости на работу, с фальшиком. Вы пиваете сейчас? Как ведете себя? О, культурно. О, сейчас ремонт дома делаю. 5 сентября по всей республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Продлится оно до 5 декабря. В это время сотрудники полиции обойдут дома и квартиры на своих участках, чтобы выявить и предупредить возможные правонарушения. Из состоящих на учете ОВД 717 подучетных лиц уже проверено 276 лиц. Также поставлено на учет 26 лиц. Проверено по месту жительства иностранных граждан 175, где выявлено нарушение миграционного законодательства 126 фактов. Работа в данном направлении будет продолжаться до 5 декабря 2018 года. Полицейские рекомендуют горожанам проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Прежде чем пустить участкового в квартиру, необходимо попросить предоставить его служебное удостоверение. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Петропавловский футбольный клуб «Казылжар-СК» на 90-й минуте выиграл у карагандинского шахтера битву аутсайдеров в премьер-лиге. Минувшую среду на выезде наши футболисты проиграли со счетом 2-1. Игра была довольно упорная. В первой половине больше атаковали хозяева, но забить им не удалось. А вот на старте второго тайма отметился петропавловский легионер Мамаду Сесей. После этого вперед пошли горняки. Они создали несколько моментов. Один из них после подачи в штрафную реализовал Геворг Наджарян. Шахтер мог выйти вперед, но Оралхан Умертаев попал в перекладину и упустил еще два момента. На 90-й минуте хозяева реализовали выход 1-1. 2-1 победа «Казылжара». Еще с начала минуты было ясно, что команда «Казылжар» настроена хорошо на победу. И они очень заслуженно так выиграли фейт эту игру. За это я и поздравляю их. Нашу игру я лучше не буду анализировать, потому что буду обижать игроки свои. А через три дня есть игра. Так что лучше не анализировать свою команду. Но все равно есть игроки, которые должны перевосмыслить свое поведение на поле. Исходя из турнирной таблицы, мы и шахтеры решаем логичную задачу сохранения команды в премьер-лиге. Мы ожидали, что будет интересная, зрелищная борьба на протяжении всего матча. Что в первом тайме? В первом тайме подвела реализация голевых моментов. Создали много голевых моментов, но не реализовали их. Во втором тайме в городе забили гол. Затем соперник сравнил счет и пошла открытая игра в весь середине поля. Как могли забить мы, как и соперник. Но больше повезло нам. Следующую игру шахтер проведет в Караганде 30 сентября. На своем поле горняки примут уральский Акжаик. Начало встречи в 15 часов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok